Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире «Внутренняя Азия» авторский проект Алексея Михайлова. Не так давно было анонсировано спасение Селингинска как территория опережающего развития. И в этой ситуации возникает вопрос о неоднородности территориального развития Бурятии. Именно поэтому гостем нашей сегодняшней студии является доктор экономических наук, профессор Баин Борженимаевич Шаралдаев. Здравствуйте, Баин Борженимаевич! Добрый день, Алексей Викторович! Добрый день, уважаемые слушатели! И первый вопрос. Что такое Бурятия в плане территориального развития? Расскажите, пожалуйста, что она представляет? Потому что многие плохо понимают, каким образом эта неоднородность влияет на экономику, на развитие территорий и так далее. Ну, начнем с того, что Бурятия, наша республика, очень разная по своему территориальному статусу. Вы не зря подчеркнули именно вот это направление. Но в то же время, как ни странно, администрация, руководители, чиновники наши привыкли к этим статусам территорий. На территории Бурятия существуют разные, например, это приграничные территории, северные территории, территории, особо охраняемые территории, территории, компактно проживающие малочисленные народы. Поэтому вполне возможно, и я допускаю, что как-то люди в повседневных проблемах привыкли к этим статусам территории. Но если рассматривать более глубже с точки зрения нормативного правового акта, с точки зрения экономических возможностей и социального существования сейчас местного населения, территориальной системы этой, то получается, что они в очень разных условиях живут. Поэтому я считаю, что именно Республику Бурятия необходимо рассматривать с точки зрения территориально-пространственных образований. Почему пространственные? На сегодняшний день очень широко рассматривается пространственная экономика, и именно большие территории нашей Республики, она позволяет подходить к данному вопросу именно с точки зрения статуса территории или территориально-пространственных образований. Например, если мы будем рассматривать приграничную зону, Кстати, все вот эти определены территории не потому, что кто-то хотел или научные исследования делали. Это постановлением или законодательством Российской Федерации, границей, естественно, о законе границы. Но в то же время существует 283 приказ от 16 июня 2006 года, который определяет приграничные территории. Это шесть районов Республики Бурятии – Закаминский, Акинский, Джидинский, Тункинский и Кяхтинский. И территория собой именно в соответствии вот этого данного приказа Федеральной службы безопасности внутрь Республики Бурятии, она входит на 25 километров. Если мы переведем на общую территорию, это в пределах 20% всей территории Республики Бурятии. А это очень немало. Дальше интересная сторона. Мы с вами прекрасно представляем и знаем, что граница представляет собой, первый – это контакт, второй – это барьер. Но в качестве функции контакта на сегодняшний день можно конкретно говорить о городе Кяхта, поскольку там пункт автомобильно-пешеходного перехода. Остальные несколько пунктов, они сезонные, фактически функции контакта не выполняют. И в связи с чем мы не можем говорить, что вот на протяжении тысячи, протяженность нашей границы с Монголией – 1216 километров. Это очень большая территория. И мы не можем говорить, что все вот эти пункты, они имеют контактные с собой функции. Более того, они чаще выполняют функции барьера. Поэтому говорить о межграничном, между Монголией и Россией, приграничной территории будут сотрудничать. Об этом, конечно, я думаю, что поднимать данный вопрос смысла нет. Дело в том, что больше десяти лет лежит проект закона, федерального закона о приграничном сотрудничестве. Где-то лет 12-13 лежит. Поэтому неизвестно еще, когда его примут, и насколько, и как вот эти все приграничные территории могут получить новый импульс на основе вот этого законодательного проекта. Дальше хотелось бы сказать, что на территории вот этих приграничных территорий проживает 13,2% всего населения Республики Бурятии. И плотность населения на один квадратный километр – 1,9. Но и тем не менее мы говорить будем о экономической стороне вопроса. Естественно, основная часть – это сотрудничество, внешнеэкономическое сотрудничество с Монголией. Последние уже лет 10 в пределах 1,2 млрд, 1,3 млрд американских долларов у нас товарооборот. Казалось бы, вроде бы, большая сумма, но это Россия и Монголия. Из них в пределах 700-800 млн долларов – это продукты ангарского нефтехимкомбината, это бензин, дизельное топливо и прочее. Остается там всего небольшая сумма, но если мы определим только отношение к Бурятии, то доля в Бурятии совсем незначительная. Мы прекрасно понимаем, что республика наша, что мы можем предложить Монголии. Фактически у нас предприятия многие не работают. Более того, как администрация, правительство говорит, что надо с точки зрения логистического центра рассматривать. Но вполне возможно. Мы можем быть какой-то перевалочной базой или еще чем-то. Мы же должны понимать, что в других регионах люди просто так свою прибыль, свои деньги отдавать никто не захочет в Бурятии. Поэтому, учитывая это, мы в крайне сложном положении с точки зрения стратегического развития товарооборота между Монголией и Бурятией. Более того, я удивляюсь, потому что монголы не так давно, если я не ошибаюсь, в 2015 году они нам поставили 5000 тонн картошки. И 400 тонн мяса, и это сразу увеличило объемы товарооборота республики Бурятия между Монголией. Естественно, это разовые вещи. Поэтому хотелось бы, чтобы в стратегическом развитии концепции 2030 правительство республики Бурятия... Она еще актуальна? Актуальна. Более они глубже, чтобы изучили данный вопрос. И я думаю, что в этом случае какие-то положительные изменения будут. Потому что в Монголии мясо производят, мы мясо производим. И больше, по большому счету, мы предложить не можем российскую технику. У нас что производится? Ничего не производится. Вертолеты в Монголии в 10 лет, может быть, один-два вертолета закупают, и все. А это уже не показатель. Поэтому вот с этой точки зрения приграничные территории, если мы будем рассматривать, довольно сложно. Следующая территория – это северная территория. Но северная территория для Российской Федерации – это Клондайк. Надо говорить, что 70% дохода в Российской Федерации – это север дает. Более того, мы прекрасно понимаем, что 60% долларового дохода валютного – это только север. Мы прекрасно понимаем, что при том население, которое проживает на территории, а оно представляет 70% территории Российской Федерации, в пределах, 11 миллионов 700 тысяч человек, ну, скажем, почти 12% всего населения. Поэтому это 11 миллионов 700 тысяч человек, а это 8% от всего населения Республики Бурятия. Получается, что такое небольшое количество, но, тем не менее, на этой территории у нас проживает в пределах 30 малых народов, коренных малочисленных народов севера. Если же смотреть с экономической точки зрения, с точки зрения потенциала и ресурсов развития северных территорий, то мы должны сказать, что здесь сосредоточены основные запасы Российской Федерации. Мы знаем, например, 93% природного газа, 75% нефти, 100% алмаза, 2 трети запаса золота, который не только запасы, и добывается. И таким образом, из таблицы Менделеева огромное количество, и никеля, и другие элементы, они все находятся на территории Российской Федерации, на северных территориях, как обычно. Поэтому именно... А в Бурятии чем будет эта северная территория? В Бурятии северная территория тоже, поскольку она и входит, например, я скажу, что 60% территории Бурятии – это северная территория, и 8% населения живет там. Теперь мы, если будем рассматривать добычу цинк, олова, золота, нефрит, уран и другие у нас основные элементы, которыми недропользованием занимается, они все находятся на северных территориях. И с этой точки зрения, если рассматривать, то, естественно, в северных территориях у нас малые народы – это и Венки, и Сойоты. И поэтому с этой точки зрения я считаю, что именно вот такой подход, новый подход к таким территориям, и еще одна территория, которую мы еще пока не затронули – это особо храняем природные территории, про которые мы много говорим, но на сегодняшний день мы знаем печальные итоги наших этих свободных экономических зон, это Турка и другие территории. Но, тем не менее, надо отметить, что за последние годы есть резкий скачок в области туризма, но данный туризм, естественно, региональные власти приложили достаточно усилий, но, тем не менее, поскольку мы жители Бурятии, мы прекрасно знаем, в какой бы населенный пункт мы ни поехали, в Максимихово поехали, Горячинск, Горемячинск, там в основном только частный сектор развивает. Поэтому я думаю, что правительство Республики Бурятии во главе с Наговицыным сильно опоздали с своей программой по развитию туризма, поскольку уже сколько лет стоит в Турке, движений больших нам не видно. Но, тем не менее, на сегодняшний день большие инвестиционные ресурсы выливаются именно от частного капитала в туристско-рекреационную зону нашей Республики Бурятия, ну и, естественно, северные территории тоже. И по особо охраняемым территориям, конечно, и плюс приграничной территории, мы должны с вами понимать, что эти территории определены, или статус этих территорий определены именно федеральным законом. Федеральный закон о границе, это приграничной территории, федеральный закон об особо охраняемых территориях Российской Федерации и закон о защите озера Байкала. И что в первом законе, вторых и третьих законах мы наблюдаем очень серьезные ограничения для хозяйственной деятельности. Например, если возьмем мы вот эту пограничную зону, то любой инвестор, который хочет туда зайти, он должен согласовывать некоторые вопросы с Федеральной службой безопасности. Естественно, один мой знакомый, хорошо знакомый, глава района, говорит, ты во имя, представляешь, приезжает инвестор из Америки, Германии или еще откуда-то, как только узнает, что это приграничная территория, будут какие-то отношения ФСБ, они тут же убегают или даже не распаковывают чемоданы и уезжают. Поэтому в этой части приграничных территориях инвестиции частного капитала очень незначительные. В основном идет государственная инвестиция. Поэтому говорить, что мы сегодня с точки зрения социального и экономического развития приграничных территорий каких-то больших успехов добьемся, крайне сомнительно. Но, тем не менее, на этих территориях очень сильно развита агропромышленный комплекс. Поэтому, естественно, вопросы интеграционных процессов вот этих пространственных образований можно было рассматривать. Но в данной ситуации, конечно, мы должны понимать, что без государственного регулирования в этих процессах, инновационных, интеграционных процессах, межмуниципальных процессах, естественно, будет крайне сложно. Поэтому хотелось бы также в этой части, чтобы и частного государственного партнерства было. Мы же знаем, что на сегодняшний день широко применяется вот этот инструмент частного государственного партнерства. На территории Бурятии, как ни странно, очень сильно развитие получило территориально-общественное самоуправление. Вот в этом плане из администрации президента приложены большие усилия, гранты, деньги выделяются. Я так полагаю, что оно имеет, именно в республике Бурятии имеет большой потенциал. Пока он с социальной точки зрения, но я думаю, что недалек тот день, когда перейдут на рельсы экономических отношений, экономического процесса. Вот с этой точки зрения. Поэтому, ну и последняя территория статуса, я их почему-то называю традиционной территорией, это Хоринский, Яравнинский, Кижингинский районы. Ну, эти-то районы у нас развиваются, как говорят, где Бог посохом стукнул, там есть. Мухуршибирский район, Уголь, Гусенозерский свое, там, Яравнинском районе тоже что-то свое есть. Поэтому говорить о каком-то целевом направлении здесь крайне сложно будет. Поэтому, если подведя вот эту пространственную экономику или статусу территории, как вы ориентируете, я считаю, что именно территориально-пространственное образование с учетом базового потенциала вот этой территории, необходимо разрабатывать концепцию 2030. До сегодняшнего дня существует методика, разработанная еще в 2005 году, социально-экономическая программа развития в Новосибирске, сибирским федеральным округом. И вот этот формат раздается или через Министерство экономики распространяется всем районам, всем сельским поселениям. Но нельзя сельское хозяйство развивать в Мухуршибирском районе. На примере Мухуршибирского района, там Баунтовском районе, Муйском районе, поскольку там территория севера и, естественно, условия совсем другие. Поэтому это просто такой небольшой пример. Поэтому дальше мы знаем, что именно если говорим об инвестиции, мы понимаем, что именно инвестиции нам дают очень большие полезные моменты. Во-первых, мы снимаем социальную напряженность, создаем рабочие места, начинаем производить собственные продукции. Следующие люди, мы увеличим среднюю заработную плату данной территории. Более того, мы увеличим собственные доходы, доходы региональные, федеральные бюджеты. Таким образом, удачно и по существу, и по территории примененный или реализованный инвестиционный проект дает такие большие возможности. К сожалению, на сегодняшний день мы видим, что не все проекты реализуются. Дело в том, что вот если я смотрел по линии Министерства сельского хозяйства, начинающий фермер, на целый район дают полторы миллиона. Ну что это такое? Ты полторы миллиона взял и три года не имеешь права принимать участие. А человек, внедрив и только начав, все же мы хотим расширять производство, а у него возможности нет. И в течение скольких лет он начинает потихоньку утыхать. Вот с точки зрения, если мы подойдем к территориально-пространственному образованию, именно развитие очень коротко, если сказать, вот в этом направлении было бы более удачно на сегодняшний день. Таким образом, мы получили представление о том, что такое пространственная экономика и каким образом она может быть полезна для развития республики Буретия. В эфире была «Внутренняя Азия», авторский проект Алексея Михайлова и гостем нашей сегодняшней студии был профессор Баин Боржнимаевич Шерлдаев. До новых встреч во «Внутренняя Азия». Редактор субтитров А.Семкин